Великобритания, Лондон, Челси, Церковь Святого Луки, Банк Еды, 21 век. Привет из Англии. В этой старой церкви в Хешенебельном районе Лондона расположился Банк Еды, продовольственный банк, один из ста в Лондоне. В Великобритании около 400 банков еды, и есть намерение открыть такие банки во всех городах. В прошлом году их количество выросло на 76%. Втрое увеличилось и число людей, обратившихся в такие банки. Им некуда больше пойти. Кто может обратиться в банк? Много ли таких людей? Кто работает в таких банках? Эти и другие вопросы я задал Кате Гаррис, министру-координатору этой церкви, церкви Святого Луки в Лондоне. Вы давно здесь? Банку продовольствия Кенсингтон-Челси уже больше года. Мы открылись в декабре 2011. У вас очень людно? Да, сейчас больше, чем когда мы открылись. Правда, в других банках, в других районах Лондона, более многолюдно там, больше живет бедных людей, а наш район, Кенсингтон-Челси, не считается бедным районом. Но и у нас становится больше людей, обращающихся к нам, иногда 15 в неделю. Мы открыты два раза в неделю. Вы проявляете заботу только о тех, кто живет в вашем районе? Да, люди, что живут в нашем районе, идут к кому-то из распределяющих помощь. Это может быть участковый врач, общество милосердия, работающие с семьями, бюро консультирования населения. Они там получают ваучер, приходят с этим ваучером к нам и получают здесь продукты бесплатно. Я думаю, что идея банков продовольствия в нашей стране, имеющая место уже несколько лет, сначала людям казалась какой-то странной, что ли. Они считали, что это дело правительства и не должно было бы быть задачей общества. Однако общество может реагировать на проблему быстрее, если, например, у тебя есть немного больше, и я не имею в виду богатых, а просто обычных средних людей. Так вот, если у тебя немного больше на еду, и в магазинах там часто бывают специальные предложения, ты можешь оплатить покупку и отдать это банку еды. Это немного. Ты не должен катить сюда целую тележку с едой. Но иногда 3, 4, 5 консервов могут помочь семье, у которой ничего нет. Я думаю, каждый из нас был в ситуации безденежья. В этом случае вы размышляли, платить налоги, гасить кредиты или купить что-нибудь поесть. И в этот момент кризиса, мы называем его кризисом, и не имеет значения, что это за кризис, ты можешь получить еду, и это поможет тебе освободиться от этих мыслей, чтобы двигаться дальше, чтобы не думать, когда появится следующая буханка хлеба. Да, и ты не голоден. Иногда это суп или рис, макароны. Простая еда. Для нас не имеет значения, кто постучал в нашу дверь, кто получил ваучер. Это, как правило, люди, находящиеся в кризисной ситуации в своей жизни. Например, это может быть человек, долгое время пролежавший в больнице, болевший долгое время, а выйдя из больницы, пока еще не получивший никакого денежного пособия. Он нуждается в деньгах и какой-то еде. Такие люди без труда получают у нас продукты. Вы не находите, что среди тех, кто обращается к вам, есть люди алкозависимые и даже наркозависимые? Да, не только, но такие есть. Большинство? Нет, не большинство. Даже не знаю, люди не обязаны нам рассказывать о своих проблемах, но иногда в разговоре делятся своими бедами и о проблемах с алкоголем, и о наркотиках. Мы стараемся направить их туда, где они могут получить помощь и попытаться избавиться от этой зависимости. А кто те люди, которые жертвуют деньги и еду? Для нас это не имеет значения, из каких слоев эти люди. Но я скажу по своему личному опыту, когда мы идем в большой супермаркет для сбора пожертвований, мы вывешиваем огромное объявление и раздаем людям листовки с перечислением того, в каких продуктах мы нуждаемся. И это очень интересно наблюдать, кто берет нашу листовку и кто задает нам вопросы. Должна сказать, что это делают те, кто имеет немного, не очень богатые люди. Но эти люди щедрые. Они всего вероятнее бывали в такой ситуации, когда мечтали получить от кого-то немного еды. Тот, у кого много, не всегда тот, что отдаст много. Да, такие же простые люди, как вы и я, которые думают, что могут что-то изменить хотя бы для одной семьи, хотя бы на день или неделю. Я думаю, в большинстве это люди, которые сами имеют немного. Да, у них больше, чем ничего, но не много. А супермаркеты делают пожертвования? Это забавно, но здесь, в Великобритании, магазины должны участвовать в жизни общества. Они должны показывать заинтересованность в этом. И они очень рады дружбе с банками еды. Они таким образом ставят галочку, помогли обществу. То есть, они продали больше товаров, мы получили это бесплатно, и вот таким образом взаимодействуем. Да. А они жертвуют деньги? Да, в последний раз они пожертвовали 10 или 15% от суммы, заплаченные за продукты, которые отдали нам люди. Например, за 1 кг нам магазин пожертвовал 1 фунт деньгами. А все супермаркеты помогают банкам еды? Нет. Но большие супермаркеты хотят блистать, иметь репутацию, и это очевидно. Но и маленькие магазины тоже помогают. О наших банках еды много говорят в медиапространстве, и это помогает объяснять людям, как работает банк еды. Почему это необходимо? Знаете, иногда бывает, что 15 раз рассказываешь, пока один человек поймет, зачем это нужно. Многие люди стесняются, боятся идти в банк еды, прячут глаза от взглядов. Да, да. Но мы стараемся отвлечь их от этих мыслей, улыбаемся им, предлагаем кофе, чай, перекусить. Они начинают чувствовать себя не так, а бескураживающе. Разговариваем с ними. И поскольку мы христианская организация, спрашиваем, не будут ли они возражать, если мы помолимся за них. И даже нерелигиозные люди это ценят. Они чувствуют себя в ситуации на кровь бездны. А что вы ощущаете, когда общаетесь с этими людьми? Люди, которые сюда приходят, рассказывают жуткие истории. Иногда просто страшно слышать, что случилось с ними. Недавно приходила женщина, она рассказывала, что была за границей несколько лет. Она вернулась назад. Она потеряла все. Сейчас практически бездомная. Она потихоньку возвращается к нормальной жизни, но детей у нее отобрали. Ей пришлось заниматься проституцией, чтобы вернуться в Великобританию. Очень жесткие, жесткие истории. Но слушая их, иногда чувствуешь, что ты самый богатый человек в мире. Но важно, что слушая эти истории, которые невозможно забыть, мы хотим быть уверены, что мы даем этим людям надежду нашей верой. Мы молимся, мы думаем, Христос может им помочь. Он страдал за нас и понимает любую жизненную ситуацию очень хорошо. Да, истории. Это придает мне смирение работать здесь и помогает тем, кто в этом нуждается. Совсем немного. Иногда это только несколько банок консервов, молитва, разговор. А что вы делаете в церкви? Я министр-координатор. Министр-координатор? Да, длинное название. Язык можно сломать. А чем вы здесь занимаетесь? Я организую такие вещи, как банки еды, мероприятия, встречи, сдаю в аренду зал, что внизу. В общем, я контактное лицо церкви, и если викария нет, то все ко мне. Все, кроме проповеди. Так вы могли бы и проповедовать? Да, этому можно обучиться при желании. Вас привлекает это? Я думаю, это призвание. Я очень близка к людям, я забочусь о людях, и нахожу, что мое призвание в этом, и есть люди с призванием проповедовать. А я человек, работающий бок о бок с людьми. Плечом к плечу. В гуще событий. Да. Люди работают здесь без оплаты? У нас много добровольцев, все зависит от размера банка. У нас сейчас одна женщина имеет зарплату в полставки. она работает два с половиной дня в неделю. Она обучает добровольцев, контактирует с ними, с теми, кто распределяет ваучеры, с жертвователями. Это очень важно иметь такого человека, который знает обо всем. В других банках еды, здесь, в Лондоне, где более многолюдно, там иногда бывает до 200 человек в неделю. Добровольцев больше. У нас количество обратившихся к нам увеличилось на 40%. А как вы думаете, почему? Я думаю, здесь не одна причина. Думаю, бедные люди были здесь всегда, но поскольку помощь появилась, но поскольку помощь появилась, пришли те, кто в ней нуждается. Они нуждались в ней и раньше. Мы пытаемся помочь людям выбраться из кризисной ситуации, в которой они оказались. Мы пытаемся обратить их внимание на то, что есть места, где можно получить помощь, где можно получить еду, получить пособие, где можно избавиться от наркозависимости. Мы направляем их туда и, по крайней мере, обеспечиваем их едой и надеждой, наверное. Я очень хорошо знаю, что Десятерым живется несколько лучше там, где общество затоптало одного. Но я утверждаю, что тысячи трудолюбивых и честных семей гораздо более честных и более достойных уважения, чем все лондонские богачи, вместе взятые, находятся в положении недостойном человеческого существа, и что каждого пролетария, да, без исключения, может постигнуть такая судьба безо всякой вины с его стороны и вопреки всем его усилиям ее избежать. Энгельс, Эсквайр, 1844 год. Мы видим разных людей, обращающихся в продовольственные банки. Это и работающие, приходящие к нам в свой перерыв на обед, и мамы, чтобы накормить своих голодных детей, и человек, не получивший пособия, и тот, кто пытается найти себе достаточно работы. Это ужасно, что люди голодают в Великобритании в 21 веке. Молт, исполнительный директор Банка еды, 2014 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok